Пересной Залезки. Время 14 часов 16 минут. 28 февраля. 3 градуса тепла. Ура, ура! Весна наступает. Весна, друзья мои. Еще один день и все. Рега Трубишь, друзья мои. Какая картина. Скоро скроется река. А пока, пока ждем, ждем весну, красну. Идем, гуляем по городу. Вижу, мужичок сидит. Думаю, снило столько, он сидит, не холодно ему. Подходим ближе. Подходим ближе и видим, что это не мужичок, а художник с красками. Смотрите, какой арт-объект у нас появился. Переславля-Залезка. На Красной площади здесь вот. Вот, какой колоритный, интересный художник. Вот такую красоту мы наблюдаем, гуляя по городу. Переславля-Залезка. Вот такая девушка. В шляпе с зонтиком. Сумочка у нее на руке. Это не сумочка. А что же? Радикюр. Ну, пусть радикюр. Да. Вот такой серьезный кавалер. В цилиндре. Шляпа-цилиндр. Очки. Трость. Все как полагается. Супер. Переславские сувениры. Вот что можно приобрести у нас. В палаточках. Видите, какие красивые футболки. Я русский. Выбирайся. Царь. Просто царь. Какой цена они? Восемьсот. Восемьсот? Да. Детские семьсот пятьдесят. Ясно. Выбирайте сувениры. Какие хорошенькие ежик-зайчик. Побольше ежик. Такие бокалы. Рыбка с озера Плещеева. Такие сувениры. Все актуальны. Варежки. Вот они. Варежки, носки. Все теплые. Предсказания, сколько стоят? Пятьдесят рублей. Пятьдесят рублей. Еще больше сувениров. Смотрите, сколько. Лучшему рыбаку. Правила этого дома. Домашние правила. Ходить на работу к деньгам. Верная примета. А часы-то какие глазастенькие. Смотрите. Туда-сюда. Сюда-туда. Ой, какая красота. Скажите, а сколько стоят такие часики? С глазками две семьсот. С глазками две семьсот стоят. Ясно. Какая музыкальная шкатулка. Стоит пятьсот рублей. Это зеркальце у вас, да? Такие красивые. А они сколько стоят? Такие вот. Вот эти четыреста шестьдесят. Вот эти двести пятьдесят. А из бересты там в каждом ценник. Понятно. Понятно. Спасибо. Ну, мы сейчас встали. Вот первый. Магнички стоят пятьдесят рублей стоят. С дерева. Вот сладости еще можно купить здесь. А сколько такой антистресс стоит? Антистресс триста десять. Триста десять? Понятно. А это где-то вы покупаете или это местное производство? Мурмелад это Вологодский. Вологодский. А вот эти всякие изделия, которые... А вот изделия... Вот здесь вот все представлено. И по стеллажам. Это то, что у нас разница. Все, что из дерева, это наши промыслы. Это переславские промыслы, друзья мои. То, что из дерева, все это наше. Местное. Талантливо. Вот здесь вот роспись. Наша земля. Богата на талантливые. На таланты. Вот что говорим. Уж простите, заговариваюсь. Ой, какие красивые коты. А такие часы сколько стоят? Которые слева. Две пятьсот. Справа три двести. Ага. Две пятьсот, а эти три двести. Еще есть вот такие вот. Ясно. А вот обереги. А обереги, вот такие маленькие, шестьсот двадцать. Не, вот эти передо мной висят. Вот я их сейчас снимаю. Они тоже все по разной цене. Семьсот двадцать, тысяча пятьдесят. Семьсот пятьдесят. А, ясно. Семьсот пятьдесят, тысяча пятьдесят. Разные цены. С полной чашей будет дом, пусть чистотой всегда сияет. Пусть все грильцов и стены в нем Господь Спаситель охраняет. Чудесные какие слова. А вот эти ангелочки сколько стоят? Тысяча. Тысяча подвеска. Друзья, чуть не забыла вам показать бабу-ягу. Смотрите, какая большая. Она, оказывается, продается. А сколько стоит? Семьсот двести. Семьсот двести всего. Кому нужна баба-яга? Она без ступы, да? Она на подставке. На подставке. Есть вот такая баба-яга, она на ступе. Вот эта, очень красивая. В локтях и в породах. Это подешевле, конечно. В локтях, которая... И сколько она стоит? Тысяча семьсот пятьдесят. Ага. Друзья, вот идет реставрация церкви Петра Митрополита. Какой там? Шестнадцатый век? Шестнадцатый век. Шестнадцатый век. Начало реставрации двадцать четвертый год. И заканчивают в двадцать пятом году. Где-то год будут реставрировать. Смотрите, как красиво он смотрится, этот комплекс, когда полностью все отреставрируют. Шикарно. Вот она информация по реставрации церкви Петра Митрополита. Какая тут информация? Церкви Петра Митрополита. Шестнадцатый век. Находится она Красной площади, дом шесть. Вот так он будет выглядеть после реставрации. Такая красота. И напротив находится здесь ресторан Тройка. Такой гостинично-ресторанный комплекс. Кафе здесь, ресторан и гостиница Тройка. Что сказать, умели строить наши предки на века. Вот это я снимаю Владимирскую церковь. Мы часто ходим сюда на Пасху. Светить куличи. Освещать, вернее. Смотрите, друзья, что можно посетить перед Славль-Занилевском. Вот на Красной площади. Находится там. Чуть дальше Свято-Никольский женский монастырь. Народная площадь. Музейный центр на Ростовской. Храм сорока севастийских мучеников. Друзья мои, а это самый древний собор. Самый первый, который был построен перед Славль-Занилевском в 1152 году. Что мы здесь видим? Здесь, возле собора, в княжьих теремах, 30 мая 1220 года родился великий русский полководец князь Александр Ярославич Невский. Вот где-то здесь находилась палата Александра Невского. Памятник архитектуры Спаса-Преображенский собор. Построен в 1152-1157 годы. Пять лет строился. Памятник Александру Невскому на Красной площади стоит, друзья мои. Вот так вот думать, смотрите, какая короткая жизнь была. И какой след оставил в истории этот человек. 1220 год, 1263. 43 года всего прожил. Мы умрем, и никто о нас не вспомнит. Жили такие. А тут видите, какой след. История. Матушка. Люди творили историю. Молодежь на катке. Скоро все потечет. Ну, а пока еще вот удовольствие для детишек какое. Молодежь на катке. Молодежь на катке. Молодежь на катке.